Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире канала ХРС-24, программа «Здоровье». Я ее ведущая Лариса Шаманова. Начну программу по традиции с обзора новостей в медицине. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев утвердил блок документов о направлении на поддержку медицинской сферы более 10 миллиардов рублей. В частности, подписано распоряжение 426 эра 15 марта 2018 года о выделении из резервного фонда средств на меры по повышению квалификации врачей, сообщает владмедицина.ру. Как следует из документа, средства направляются на финансирование закупок под ведомствами Минздравоучреждениями симуляционного оборудования тренажеров для приобретения врачами практических навыков, а также на развитие интернет-портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования в рамках приоритетного проекта обеспечения здравоохранения квалифицированными специалистами. Господдержка позволит дооснастить тренажерами 75 симуляционных центров образовательных и научных организаций, обеспечить доступ не менее 200 тысяч практикующих врачей к повышению квалификации через интернет-портал НМУ, подчеркнул Дмитрий Медведев. Кроме того, по словам премьер-министра, поддержку получат 84 региона на обезболивающие средства, препараты для дыхательной системы, которые применяются при палеотивной медицинской помощи, а также на организацию патронажной службы. Общероссийская общественная организация «Гильдия защиты медицинских работников» зарегистрирована в Министерство юстиции России. Основная задача учреждения – создание системы защиты врачей, фельдшеров, медсестер от нарушения любых прав со стороны работодателей, органов контроля и надзора, пациентов и органов власти. По словам организаторов, сейчас начнется следующий этап работы – распределение задач, поиск ресурсов, определение механизмов приема и порядок работы с обращениями медработников, организация сбора взносов. «Гильдия» предлагает консультации по правовым вопросам. Звонок на горячую линию бесплатный. К 2020 году около 400 роботов-хирургов будут работать в российских больницах, сообщает медпортал. Аналог американского робота «Довинчи» обладает высокой мобильностью и сможет работать во всех сферах хирургии. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции один из разработчиков робота – доктор Дмитрий Пушкарь, главный уролог Минздрава Российской Федерации. «Мы планируем, что в 2019 году отечественный робот выйдет на клинические испытания на операции в пяти экземплярах, а в 2020 году, думаю, в рамках ОМС их в России появится столько, сколько необходимо для начала 300-400 аппаратов». «Сейчас робот проходит испытания на живых животных», – сказал Пушкарь. «По его словам, речь идет не о полностью автоматизированных операциях, а о роботах, управляемых врачами. Такие аппараты помогают хирургу достичь точности манипуляции до одного микрона, что значительно превосходит возможности человека. Кроме того, роботы способны самостоятельно анализировать ситуацию». Спасли жизнь новорожденному врачи Санкт-Петербурга впервые в Карачаево-Черкесии провели сложнейшую операцию – ребенку с ректным диагнозом отрезия пищевода. Операция прошла в стенах Республиканского перинатального центра. Благодаря детскому неонатальному хирургу России Алексею Подкаменеву и заведующему неонатальной реанимацией Санкт-Петербургского университета педиатрии Александру Ли «Жизнь девочки теперь в безопасности». О том, как прошла операцию, узнал наш корреспондент. Шесть часов на операционном столе провел этот новорожденный малыш. Медики обнаружили у ребенка редкое заболевание – отрезию пищевода. Чтобы избавить кроху от этой проблемы, в Республиканский перинатальный центр прибыли опытные хирурги из Санкт-Петербурга. В операционной им ассистировали наши детские хирурги и неонатальные реаниматологи. «Сложность заключалась в том, что достаточно сам по себе тяжелый порог развития, который представлен отрезией пищевода с наличием трахеопищеводного свяща. Диагноз был поставлен после рождения и, конечно, в такой ситуации необходимо было оперативное лечение. В оперативном режиме врачи связались с нами и мы приехали». Сейчас состояние ребенка стабильное. Ему оказывается вся необходимая помощь. Еще какое-то время он пробудет в реанимации, а позже будет переведен в отделение патологии новорожденных. «Мне хотелось бы, конечно, поблагодарить наше Министерство здравоохранения, лично министра Шаманова Казима Азриталевича, который помог нам установить такие отношения. И это создает возможность нашим детям, нашим женщинам получать всю необходимую помощь, включая и высокотехнологичную». О редкости диагноза отрезия пищевода говорит медицинская статистика. «Всего один случай на 3-4 тысячи детей. Особенность этого заболевания в том, что оно может сочетаться с пороками и других жизненно важных органов». «Это и врожденные пороки сердца, это врожденные пороки желудочно-кишечного тракта, почек, позвоночника, костно-суставной системы. Но, с одной стороны, к счастью для этого ребенка, у него выявлен только монопорок. То есть это изолированный форма отрезия, ну, это только отрезия пищевода, без повреждений или пороков развития других органов системы». По словам хирургов из Санкт-Петербурга, операцию удалось провести успешно, благодаря тому, что врачи Республиканского перинатального центра вовремя заметили первые признаки болезни, поставив правильный диагноз на ранней стадии заболевания. «Мы ездим очень много по стране, и нам уже, в общем-то, по большому счету, наверное, не важно, какие стены вокруг нас, да, важно, очень важно, какие специалисты вокруг нас, на которых мы-то прооперируем и уедем, а ребенка надо дальше выхаживать. Вот это, наверное, важно, важно оборудование, которое стоит вокруг нас». Для оказания высокотехнологичной медпомощи врачи из Санкт-Петербурга приезжают в нашу Республику не в первый раз. Кроме того, обмен опытом между медиками теперь осуществляется посредством видеоконференции. Специально созданный для этого телемост позволяет врачам Санкт-Петербурга и Черкеска проводить оперативные консилиумы и обсуждать схему лечения новорожденных. Анета Дышекова, Мурат Кемрюга, Вархы, 24. Более 6 миллионов человек в мире ежегодно умирают от инсульта. 50 миллионов людей страдают эпилепсией. Ежегодно происходит прирост больных деменцией на 7,7 миллионов человек. Такова мировая статистика. В России она тоже не радужна. Однако не стоят на месте технологии лечения и профилактики неврологических заболеваний. Новыми методами пользуются и в Карачаево-Черкесии. Сегодня гость нашей программы заслуженный врач Карачаево-Черкесской республики, отличник здравоохранения, заведующий неврологическим отделением из Жигутинской центральной районной больницы Асиат Халисовна Иркенова. Здравствуйте. Здравствуйте. Асиат Халисовна, скажите, пожалуйста, действительно за последние годы вот такой наблюдается прирост заболеваний именно неврологической системы? Да, действительно наблюдается прирост заболеваний неврологической системы. Ежегодные отчеты дают нам оценку. Я, в принципе, могу привести примеры по инсультам. На первом месте стоят вообще заболевания церебровоскулярной системы. Идет прирост, хотя идет диспансеризация на хорошем месте. И плановая госпитализация практически растет, чем экстренная помощь, плановая госпитализация. Поэтому оказывается первая помощь, в принципе, первые часы, которые необходимы для больных церебровоскулярными заболеваниями. На втором месте находится заболевание позвоночника. Это идут остеохондрозы шейного отдела, грудного отдела, поясничного отдела позвоночника и грыжи. Может быть, это связано с каким-то питанием, может, это связано с подъемами тяжести, какие-то стрессовые ситуации. Поэтому разные формы. Хотя сейчас уровень высокотехнологической медицинской помощи хорошо оказывается. И тут делаются операции по поводу грыжи позвоночника. Часто встречаются заболевания позвоночника с выраженной вертолюбозерной недостаточностью, особенно с синдромом позвоночной артерии. При всем при том, что сейчас технология хорошо развита, можно этих больных хорошо обследовать. Существует много методов обследования на современном уровне. Тот же дуплексное сканирование сосудов головного мозга, спинного мозга и сосудов нижних конечностей. Компьютерная томография, магнитно-резонансная томография. Это на должном уровне. Где-то на третьем месте идут травмы. Травмы часто встречаются, может быть, потому что Узжигутинский район, и вообще город Узжигута, где я работаю, мы как бы вместо расположения по федеральной трассе часто идет травматическое повреждение головного мозга. Асята Халисовна, спасибо. Давайте поговорим о вашем отделении. Мы знаем, что вы являетесь основоположником этого отделения об Узжигутинском районе, отделении неврологии. Расскажите, пожалуйста, об этом более подробно. Ну, я заканчивала в 1992 году Старопольский государственный медицинский институт. Начала работать в Карачаево-Черкесской республиканской больнице. Я начинала работать в неврологическом отделении. Закончила интернатуру, прошла ординатуру и изначально стала неврологом. Я проработала три года. После этого, проживая в городе Узжигута, я была приглашена главным врачом. Тогда был Максименко Владимир Ильич. И была приглашена для того, чтобы открыть отделение в последующем, а для начала открыть кабинет приема невропатолога. В первую очередь я открыла кабинет. Спустя три года мы к этому готовились и открыли неврологическое отделение. Где-то своими силами, где-то с помощью депутатов. Было плановое открытие. Отделение располагается в поселке Московском. Там есть типовое здание на пятом этаже. Отделение было развернуто на 25 коек. С этого дня я работаю и являюсь заведующей этого отделения. По сей день. Асята Харисовна, скажите, пожалуйста, о работе в нынешнее время вашего отделения. На какое количество больных оно рассчитано? На сегодняшний день наше неврологическое отделение рассчитано на 20 коек. На 20 коек. Работает по плановой системе. Все койки работают. Больные с разными диагнозами неврологическими. Все даже редко встречающиеся дегенеративные заболевания. Заболеваниями остыния. В общем, всем оказывается медицинская помощь согласно порядка ведения неврологических больных. На сегодняшний день находятся больные и с инсультами, и с вертоброневрологической патологией, и миостыния, и дегенеративные заболевания, и заболевания экстрапирамидной системы. Это болезнь Паркинсона, это тики разного типа. И такое грозное заболевание, как эпилепсия. Разные формы эпилепсии. Асята Харисовна, конечно же, всегда, когда у нас в студии гостями являются врачи-неврологи, мы не можем затронуть тему, более подробную тему именно инсультов. Скажите, пожалуйста, почему они возникают и у какой категории больных чаще всего? Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения, характеризующееся внезапным проявлениями общемозговой и неврологической симптоматики, очаговостью, которая держится в течение 24 часов и более. Или же за короткий промежуток времени наступает смерть больного. Инсульты делятся на ишемические, на геморрагические. Ишемические инсульты – это из-за закупорки церебральных сосудов, нарушается кровообращение, не поступает кислород, нарушается метаболизм головного мозга. А геморрагические инсульты, они наступают вследствие разрыва сосудов головного мозга. При этом может быть кровоизлияние в сам головной мозг, то есть ткань головного мозга. Это называется паренхематозный кровоизлия, инсульт. Или же может прорвать в желудочке головного мозга. Это очень тяжелое состояние. Скажите, пожалуйста, какие предвестники этого состояния больной может на себя ощущать? Значит, предвестники – это может быть головная боль, затяжная головная боль, не снимающаяся ничем, подташнивание, тошнота, рвота может быть на высоте головной боли. Чувство парэстезии, это так называемое, онемение каких-то конечностей, там руки, ноги, онемение лица. Оно может кратковременно появляться, даже в какие-то от нескольких минут до нескольких часов, потом это все может регрессировать обратно. На это все надо с первой минуты, надо обратить внимание и надо обследовать больного. Какие-то всегда предвестники бывают. Есть много заболеваний и вообще обстоятельства, которые являются факторами риска инсультов. Значит, больший процент выпадает на гипертоническую болезнь. Где-то 45-46 процентов гипертоническая болезнь – это один из главных факторов риска. Сахарный диабет тоже является фактором риска. Ожирение, гиподинамия, употребление алкоголя, курение – это все является факторами риска, которые надо стараться избавляться. Алгоритм подозрения инсульта. Это онемение какой-то половины лица, ноги, руки, нарушение зрения, может быть, до полной потери зрения, головокружение, нарушение координации и затрудненную речь или до полного отсутствия речи. Когда вот эти самые главные, основные симптомы, это обязательно надо заподозрить и уже вести алгоритм дальнейшего ведения больного, оказывать, начинать помощь уже на этом уровне. Скажите, пожалуйста, вот на догоспитальном этапе, прежде чем больной уже будет госпитализирован в стационар, где ему будет оказана квалифицированная медицинская помощь, как может человек, не обладающий медицинским образованием, помочь другому, которого возникло данное состояние? Я поняла. Значит, это чаще всего бывают родственники или это посторонние. Если, допустим, это случилось на улице, любой человек должен быть обучен этому. Значит, надо постараться уложить больного, значит, угол головы поднять до где-то 30 градусов, освободить от какой-то одежды, стесняющей одежды, для того, чтобы был доступ к кислороду. Уложить, успокоить и, значит, вызвать должны скорую помощь, чтобы это было в экстренном порядке. Скажите, пожалуйста, как часто данная категория больных у вас проходит лечение и о схемах маршрутизации на территории Карачаева Черкесской Республики? Есть приказ Министерства здравоохранения и соцразвития Российской Федерации, где расписывается порядок оказания медицинской помощи неврологическим больным, взрослого населения. Значит, медицинская помощь оказывается, значит, в первую очередь бригадой скорой медицинской помощи. Затем, значит, когда бригада выезжает, ну, у нас в районе это выездная фельдшерская бригада, значит, больной доставляется, знаете, в медицинское учреждение, то есть круглосуточного пребывания. Больной осматривается неврологом уже в этом, в приемном покое. Оценивается состояние тяжести больного. Если состояние тяжести больного позволяет, значит, госпитализировать его в условиях неврологического отделения районного уровня, и, значит, больной остается на районном уровне, и оказывается больному медицинская помощь на уровне установленных стандартов или же клинических рекомендаций. Если же состояние больного тяжелое или, значит, уже тяжелое, или идет угроза нарушения каких-то жизненно важных функций, или если это больной в коме или в сапорозном состоянии, такие больные помещаются в реанимационное отделение. Но если больной поступает более до 50 лет, значит, это более молодые люди, значит, которым и выставляется диагноз, подозревается, это первые часы выставляется ишемический, допустим, инсульт, то больные такие перетранспортируются для лечения в условиях ангионеврологии Карачаева-Черкесской республиканской больницы, где делается тромболизис, то, что современные методы лечения. Спасибо. Скажите, пожалуйста, как профилактировать? Можно вот данное состояние, инсульты, и что надо контролировать в своем образе жизни, в питании? Расскажите нам, пожалуйста. Ну, профилактику обязательно надо вести с учетом факторов риска. Значит, больные, которые имеют уже выставленный диагноз или к этому идут, или повышается уже давление больше 140 на 90, это уже начинает, это берутся на учет, диспансерный учет, это ведут участковые терапевты. Это уже так называемая группа риска? Да, группа риска, да. Больные, значит, которые находятся, входят в группу риска, значит, их надо уже начинать лечить на амбулаторном этапе. Значит, надо проводить медикаментозное лечение. Медикаментозное лечение должно проводиться с учетом биохимических анализов. Основным показателем является холестерин. Надо обязательно, если повышен холестерин, в зависимости от этого проводится лечение. И надо работать с больным, то есть проводить беседу с больным, с родственниками. То есть надо разъяснять, объяснять, если есть какие-то вредные привычки, что это все надо убирать. Если больной питается неправильно, если больной употребляет в большом количестве обильную жирную пищу, это все надо объяснять. Значит, после 18 часов такие больные, особенно если с ожирением или с сахарным диабетом, они должны как-то воздерживаться на ночь больным гипертоникам, у которых идет колебание, и вообще ЭБС с нарушением ритма или с поруками сердца, должны обязательно соблюдать диету. Согласно диета номер 10. И это все должен делать участковый терапевт и невролог при поликлинике. Асяд Халисовна, скажите, пожалуйста, на Вашей памяти самый молодой, скажем, зафиксированный случай развития инсульта у человека? Самый молодой, зафиксированный случай, геморрагический, был в 23 года. В 23 года уже? Да, в 23 года. Это была молодая женщина, через месяц у нее был месячный ребеночек, у нее была психотравма, после чего у нее, видно, до этого она просто была не обследована, видно, у нее была аневризма, и она разорвалась. Это был геморрагический тяжелый инсульт. Вы говорили, что именно вот стрессовое состояние, которое провоцирует? Да, стрессовое состояние, именно стрессовое состояние. Одно из обширной группы заболеваний, относящихся вот именно к неврологическим, относится к остеохондрозе, да, в разных отделах позвоночника. Расскажите, пожалуйста, как часто люди этим заболевают, и что непосредственно провоцирует развитие этого состояния у людей? Ну, заболевание остеохондрозы на всех уровнях. На сегодняшний день можно сказать, что в неврологии может быть даже на втором месте. Значит, это заболевание в основном, сейчас как-то большая часть людей обращается уже как бы с осложнениями, то есть большая часть уже обращается с грыжами, не просто остеохондроз, дорсопатия, такого-то дела там, просто люмболге, люмбайшалге, а уже с грыжами. И, может быть, это связано с употреблением питания, может быть, люди недостаточно получают кальций, может быть, это связано с физическими какими-то перегрузками. Очень часто болеют молодые люди, молодые люди 18, 19, 20 лет. Может быть, это связано в какой-то степени, потому что в нашей Карачаево-Черкесской республике часто у нас молодежь занимается всеми видами спорта, а в частности единоборства. Может быть, вот даже где-то идет травма, где-то на каком-то уровне, часто бывает молодежь этим страдает. Но на сегодняшний день с этими, с грыжами диска очень хорошо делаются операции, больные, в принципе, вылечиваются, получают реабилитационную терапию. Я так думаю, что, в общем-то, это посильное заболевание, с которым можно бороться. Как раз и реабилитация, Ася Тхалисовна, все люди, перенесшие те или иные заболевания нервной системы, они нуждаются в реабилитационных мероприятиях. Скажите, пожалуйста, как проходит реабилитация вашей больной? Чаще всего это касается больных, которые перенесли инсульт. У нас в Карачаево-Черкесии есть на базе медсанчасти города Черкеска реабилитационное отделение. Значит, инсультные больные после стационарного лечения, они все госпитализируются и получают там это реабилитационное лечение. Туда входит и медикаментозное лечение, и физические методы, и массажи, которые делаются, физиолечение, работают психологи, работают логопеды. И вообще реабилитационные мероприятия дают очень положительный эффект. Ася Тхалисовна, спасибо огромное, что нашли время и пришли к нам на передачу. Мы вам желаем всего самого доброго, здоровья, здоровья и еще раз здоровья. А я напоминаю, что в нашей студии сегодня был заслуженный врач Карачаево-Черкесской республики от личных здравоохранения, заведующий отделением у Джугутинской центральной районной больницы Ася Тхалисовна Иркенова. На этом наша сегодняшняя программа подошла к концу. Встретимся с вами через неделю в это же самое время. Будьте здоровы. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин